Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Сегодня я вам хочу рассказать о помощи для переселенцев, которую, если вы нарушите правила, придется вернуть. Что это за помощь? Ну, это больше всего касается помощи 500 плюс на детей. Когда вы только приехали, например, вы приехали сразу после случившегося. Вы заехали, получили этот пессель и пошли подавать бумаги на 500 плюс. У вас приняли эти бумаги и, например, март, апрель, май вам заплатили за 3 месяца. В мае месяце вы должны были повторно на дальший срок сложить бумаги. Бумаги эти складываются до 2023 года, потому что нам разрешено быть 18 месяцев в Польше. Вот если ваш ребенок подпадает под эти категории, он, значит, 18 месяцев будет получать 500 плюс. И вот когда вы сложили эти все бумаги, и тут уже все, наступают каникулы, вы хотите уехать. Например, если вы будете на Украине больше, чем 30 дней, вам придется вернуть эти деньги. Но есть одно «но», которое закралось в это положение. Вы заехали. Считается, что вы заехали по безвизу. Если вы будете 18 месяцев не выезжать, нету никаких проблем. Но если вы отбыли здесь 90 дней и поехали на Украину назад, вы уже не сможете въехать. Потому что вы должны побыть дома 90 дней, а потом опять въезжать, как по безвизу. Или вы должны сделать визу и въезжать уже по визе. И вот, если вы поедете на Украину, и побудете на Украине больше, чем 90 дней, вам придется вернуть эту помощь. И даже с процентами. Но мой вам совет. Не надо шутить с этим. Шутить это, я так говорю в кавычках. Не надо делать этого. Вы понимаете, тут все завязано сейчас. На электронной системе. Вам придет, в ЗУЗ придет, что вы выехали. Вы машинально, это все завязано, понимаете? Все завязано. Граница, ЗУЗ, то все знают, когда вы выехали. Что вас уже нет в стране. И если вы, допустим, ну вы не планируете никогда больше ехать. Скажете, ой, там я не буду больше ехать. Но знаете, с чем черт не шутит, как говорится. Это все будет висеть в системе. И только вы, не важно, куда вы будете ехать, если это все будет связано с Евросоюзом, у вас там сразу выскочит, что вы должны, должник. Так что перед тем, как уезжать, сделайте все по правилам. Пойдите в ЗУЗ, напишите заявление. Можно это заявление написать электроничной дорогой. Что с такого-то такого числа я покидаю Польшу, уезжаю на Украину. И больше я сюда не возвращаюсь. Потому что, понимаете, тут вот вы поехали и хотите вернуться, но вы уже не вернетесь. Вам нужно или переждать 90 дней, или вам нужно делать визу. Вот такая вот процедура. Сюда вы заехали легко, выйдете легко, но с поворотом заехать вы сюда уже не сможете. И не важно, ходите вы, входит ваш ребенок в школу, учится где-то. Это вообще никого не интересует. С вас потребуют или визу, или карантин. Вот так вот кратенько я хотела сказать. Так что будьте внимательны и осторожны. Надо пойти, кто получает родинное в опеке сполечной, тоже надо пойти сообщить в опеку сполечную, что вы уезжаете и больше вас тут нет. И надо пойти в ЗУЗ и сказать, что вы уезжаете и больше вам этой, ну, 500+, у вас ликвидируется моментально. Вот так вот кратенько я хотела вам рассказать. Я думаю, все уже знают, кто здесь живут. Все, наверное, уже слышали об этом и знают, как это, что это. Ну, многие еще, кто первый раз, думают, что может быть как-то принесет. Нет, ребята, не принесет. Вас не пустят. Просто, просто вас высадят и все, и вы там плачете, что хотите, делайте. Вас просто сюда больше не впустят. Так что вот такая ситуация. Или надо сидеть 18 месяцев, или вот так вот уезжать, сидеть дома 90 дней, потом опять приезжать на 90 дней. Но это уже, этот вопрос вы должны решить сами для себя. Вам никто не советчик, вы знаете, что и как. Дай Боже, конечно, мы все молимся и просим, и хотели бы очень, чтобы это все закончилось, и чтобы мы жили дома, и без этой помощи, без ничего. Я думаю, многие со мной согласятся. Вот так вот кратенько хотела вам сообщить. Спасибо вам за то, что смотрите мои видео. С вами была Украинская Полечка. Субтитры сделал DimaTorzok